Всем привет! Здоров! Сап Йоу! Сия! И все такое! Добро пожаловать в серию образовательных видео про NetRadiant, посвященных именно маппингу, именно для Quake'а и именно для тебя, для юного зрителя, который не особо в этом понимает, но очень хочет научиться. В общем-то, начнем. Первое видео будет достаточно коротким, но относительно. Покажу вам, где скачать, как установить. Немножко пройдемся по основному интерфейсу и на этом закончим. Далее будет интереснее. В общем-то, все ссылки будут, естественно, в описании, не пугайтесь. Если у вас 64-битная, скачиваем, естественно, билд. Не вот это, это для Линукса. Хотя у кого Линукс, окей, скачивайте. Нет, как бы это. Я ни в коем случае не запрещаю. Для 32-битных и для 64-битных, собственно, разрядных систем. Скачиваем. Появляется у нас вот такой вот архив. Мы его успешно разархивируем. Быстренько. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Архив мы, естественно, можем удалить. Архив нам не нужен. И далее, что мы делаем? Открываем папку. Появляется очень много неизвестных элементов, которые... В которых ничего страшного нету. Пугаться не надо. Все в порядке. Сразу скажу. Дополнительно к Радианту я рекомендую настоятельно по ссылке, опять же, в описании, где скачать Дефраг. Скачать чистый Квейк. Точнее, чистый Дефраг. Никаких модов, никаких текстур, никаких карт. Туда ничего не засовывать. Просто, чтобы у вас был свой чистый Дефраг. Вот. Для Радианта. Давайте я сразу свой тоже открою. Вот у меня Квейк 3 Радианта. Рядышком, видите, повестил отдельно и ничего меня не беспокоит. В общем, для Радианта работаем всегда с папкой Base Q3. В папку Дефраг ни в коем случае не залазим. Точнее, залазим, но не для Радианта. В общем-то, вот. Идем далее. Q3 пак. Q1 пак нам не нужен, потому что это для Q1. Логично, очевидно, все. Забыли, можем даже его удалить, чтобы он нам не мешался. Q3 пак. Все вот это дело. Скидываем в папку Base Q3. После того, как мы это скинули, у нас есть как бы... Тут шейдеры, да? Шейдер лист. И в этой папке... И вот этот ПК-3шник мы его тоже разархивируем в эту же папку. Там у нас появятся... Основное это модели обычные, которые там порталы, всякие светильники и так далее. То есть, ну, мы это позже еще разберем. И основное это скрипты. Самое необходимое это шейдер лист. Q3 шейдер copy for radiant. И defi файл. Defi файл мы отдельно создадим. Это не проблема. Defi файл. Нам отдельно потом разберемся. Он сейчас не особо нужен. По Q3 шейдер copy for radiant. Здесь у нас содержится... Ну, как бы его открывать не нужно, да? Можно просто посмотреть, если кто-то не шарит. Не обязательно его открывать. Мы его закидываем. Так как это шейдер, мы закидываем его в шейдер лист. Шейдер лист работает достаточно просто. Все названия. Вот, допустим, у меня вот... Copy Q3 шейдер, да? Для радианта. Это шейдер для стандартных текстур. Такие как там... Node Row. Клипы разнообразные. Триггеры и так далее. Ну, то есть, это потом мы все, опять же, разберем. Торопиться не будем. Просто сразу же подготовим для себя платформу. Шейдер лист заполняется следующим образом. Просто берем, копируем название. Этого шейдера. И желательно иметь... Иметь такие настройки папок, чтобы расширение каждого файла было видно отдельно через точку. То есть, у вас, возможно, просто написано без шейдера. Я вам рекомендую настроить... Это где-то в настройках папки. Я, честно говоря, не помню, поэтому загуглите. Это делается где-то в настройках папки, чтобы расширение каждого файла показывалось. Где-то там галочку просто надо поставить и все. В общем, вот, скачиваем... Точнее, не скачиваем. Копируем название. Вставляем сюда в шейдер лист, который у нас там уже будет, когда вы все скинете в Base Q3. И все. Ничего больше делать не надо. Сохранили. Закрыли. Все. У вас этот шейдер работает. В целом, по-моему, все. То есть, вот, основные манипуляции, которые нам нужно сделать, это скинуть. Это скинуть, разархивировать все, что необходимо там заменить. Подготовить для себя шейдер лист. Кутри шейдер копию. И все. Больше ничего мы делать не будем. Пока что. Пока что. Далее. Заходим в основную папку NetRadiant. И здесь ошибиться нельзя. В самом низу. Radiant.exe. В него мы заходим. У меня есть свой Radiant. Я чистый заходить не буду. Поэтому я просто запущу свой. Так. Консоль. Так. Консоль у меня почему-то влагает. Ладно. Давай. Не буду пока тревожить консоль. Ничего страшного. Итак. Вот мы открыли Radiant. Скорее всего. Ну, не скорее всего. А возможно у вас будет это выглядеть вот так вот как-то. У вас будет просто окно. Здесь ничего нету. Пугаться не стоит. Вот здесь сбоку можно потянуть. И у вас открывается, выдвигается. Ну, иногда бывает слетает. У кого-то может быть сразу так вот это есть. Можно на необходимую себе длину. Примерно так оставлю. На необходимую длину себе отодвигаем. Здесь также у вас этого может не быть. Просто вот так вот спрятано. Опять же ничего страшного. Просто берем. Берем. Вытягиваем эту тварь. И все в порядке. Здесь у нас находятся разного рода текстуры. Мы текстуры, шейдеры и так далее потом отдельно разберем. Сейчас касательно интерфейса. По интерфейсу не особо что-то сложно. Основные. Как бы понятно, что файл это для файлов. Сохранить и так далее. Это прямо рассказывать не буду за каждый пункт. Эдит это естественно. Скопировать и так далее. Но это все мы позже все разберем. Будем рассматривать уже на практике. View or the graphic. Ну, и я честно говоря вот этим вот практически ничем не пользуюсь. Плагиры какие-то. Что это такое? Ага, ага, ага. В общем-то основные это grid, если вам нужны. Grid это build и мы пропускаем. Build мы потом отдельно разберем. Build это для уже создания карт. Grid это размер сетки. Вот у меня сетка, да? А вот я приблизил. Давайте для... Чтобы у нас не было совсем пусто. Давайте я сделаю, допустим, вот такой вот падик, да? Какой-нибудь. Пока не буду делать никаких манипуляций. У нас просто падик из... Такой-такой текстуры, да? Просто выделяем браш, нажимаем на текстуры. Ну, потом... Не торопимся, потом отдельно разберем. Добавляем layer start. Чтобы у нас просто было... И все. Смотрим пока вот сюда. Grid это сетка. То есть по 8 юнитов. По 16, 32, 64, 128, 256, 2, 1. И самые маленькие. Там для... Какого-то мелкого брашворка. Чтобы лишнего не торчало и так далее. Тоже используется. Но сразу же привыкаем, естественно, работать левой рукой. Нажимаем на цифры. 1, 2, 3. Вот один, допустим, видим мы, что очень-очень мелко, да? Становится. Вот у нас такая маленькая чайка. 2 нажимаем уже покрупнее в 2 раза, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и 9, да? Самая большая сетка. Как завещал Роман, кто его знает, он же Жан. Очень крутой маппер. Я рекомендую, как и он, работать больше в 64 сетке. Указывается она вот здесь вот. Если вдруг вы потеряли, чтобы постоянно вот сюда не заглядывать. Вот у нас есть grid 64. Ну, G это вот. А, ну вот даже наводим. Наводим и все видно. G это grid size. Все. 64. Это самый оптимальный размер для построения всяких стен, для ширины пола, для ширины стен и так далее. Ну, то есть основная архитектура, основная составляющая карсказ желательно делать в 64 сетке, потому что так в дальнейшем, если что, удобнее с ней работать. На производительности это никак не сказывается, поэтому ничего страшного как бы тут не происходит. Далее идем. Это будет разобрать grid. MISC, это у нас всякое разное. Можно fullscreen, можно максимизировать взгляд. Типа, да, вот так вот. Что у нас происходит иногда при закрытии. Это приближаем просто колесиком. Ну, все, не будем торопиться. Как-то хочется все сразу, но давайте потихонечку. MISC, это темы, здесь можно открыть темы и, пожалуйста, любую себе выбрать. Очень много нам предлагает дядя Женя, да? Он же Garux, Garax. Но любой вкус, пожалуйста, любую выбираем. И все, я себе выбрал, какую мне поприятнее. Вы себе тоже можете выбрать сразу же, какая вам будет поприятнее для вас. Браши. Можно создать браши. То есть, вот у нас, допустим, браш, да? Но это все называется брашами. То есть, вот браш, вот это браш, вот это браш. Создал вот это браш. Браш и так далее. И работаем. Чтобы это все работало, нужно работать в английской раскладке. Потому что все горячие клавиши, все манипуляции с клавиатурой на русской раскладке работать не будут. Браш это, в общем-то, у нас, вот это у нас преобразование. То есть, вот у нас выделенная браш, к примеру, да? Которая правой кнопкой, если что, перемещаться по этому окну. Здесь мы нажимаем правую кнопку, у нас появляется прицельчик. Мы здесь в ASD можем летать по этому. Также колесико может приближать, отдалять. Как-то можно было побыстрее, ну ладно. Вот здесь у нас, естественно, тоже все колесиком, либо вот этими вот язычками. В общем, вот у нас есть браш. Браш, мы хотим сделать, ну, допустим, призму, да? Выделенная браш у нас. Нажимаем на призму, выбираем сторон. К примеру, 8. Появляется у нас вот такая вот фигура. Делаем еще раз, допустим, 16. Более круглая, да? Далее там, допустим, сфера. Появляется у нас сфера в 3D, я к ней сразу видим. 8 сторон, естественно, она будет не самая гладкая. Если делаем, допустим, и c2. Создается долго. Зря я 32 сделал. Зря. Нет, нормально. Вот у нас уже появляется вот такая вот сфера, которая... Собственно... Давайте... Ой, все, давайте уберем ее. Ну, радиант, видите, нагружается. Очень сильно, когда... Такие детализированные объекты. В основном, конечно, работаем с четырехугольниками. Ничего в этом... Зазорного, как говорится, нет. При желании такие... Шары там можно по 16 делать. Они тоже вполне себе адекватно выглядят. В общем-то, рок это, естественно, камень. Допустим, ну... Не будем рисковать. Ой-ой-ой... Что у нас камнем стало. Ну-ка, камень дай мне... Ну-ка, камень мне дай-ка в 8 в сторону. И дает. Ладно. Попробуйте. Может быть, у меня что-то сломалось. Попробуйте сами. И... Как он называется? Икосохидрон. Я, возможно, в геометрии нубас. Поэтому я не знаю этого слова. Но, тем не менее, видимо, такая вот фигура. Но они... На самом деле, это редко встречается прямо в маппинге. Но если вдруг вам нужно, это будет полезно. Далее у нас... Ну, здесь больше... Ничего такого необходимого для нас сейчас нет. Дальше идут курвы. Создание курв. К примеру, Bevel нам надо. Или вот End Cap делаем. Видим мы, что вот здесь у нас появилось. Но в 3D окне мы не видим. Поэтому мы нажимаем Ctrl-T. Но мы еще отдельно это все разберем. В текстуринге я просто показываю, чтобы у вас запомнилось. Делаем, допустим, Fickness. Ctrl-T это, стало быть, Fickness. Это толщина. Делаем, допустим, 16. И вот мы уже видим, что у нас появилась вот такая вот округлая штука. Но суть курв в том, что с ними в плане текстуринга не совсем удобно работать, потому что они выделяются по одной стороне. То есть это не одна цельная браш, а это несколько. То есть вот у нас 3D окне тоже можно выделять, да, как мы видим. Вот у нас типа перед, вверх, вниз. И чтобы вам все перетекстурить, вам нужно каждую вот эту текстурку отдельно брать. И чтобы удалить, точно так же вам надо каждую отдельную текстурку. Ну, можно и вот так вот убрать и удалять. С курвами, в общем, работать не совсем удобно. Но для таких более уже опытных мапперов это не составляет проблем. В плагинах я абсолютно ничего не понимаю. И в хелпе тут, естественно, есть мануал и шейдер мануал, модель мануал, террейн мануал. Это все на английском. Если у вас есть желание, можете почитать. Также веб-странице есть шейдер мануал также. По нижнему интерфейсу, так скажем, да, пройдемся уже более такому ролевому. В общем-то это у нас undo и redo. То есть вот мы, допустим, подвинули. Поняли, что зря подвинули. Нажимаем redo. Либо control Z. Известный нам. У нас текстура возвращается на место. К примеру, мы поняли, что мы зря сейчас подвинули. Ой, ну вот мы зря подвинули. Нажимаем control Z. Но поняли, что ага, нет, там было нормально. Типа надо вернуть обратно. И нажимаем redo. То есть восстановить control Y. Все это на горячих клавишах. Но это, я думаю, такие еще с Windows XP грубые горячие клавиши всем известны. Поэтому я не думаю, что будут проблемы. Давайте сделаем ее плоской. К примеру, да, какой-то вот... Не знаю, давайте... Так вот. Давайте их вот так выделим. Неважно, что они у нас так стоят. Потом детальнее разберем, как работать в окнах у этих. Так что не беспокойтесь. Сейчас просто рассматриваем, так скажем, геймплей. Ну и внешний. Flip горизонталь. Это у нас, ну мы видим по текстурам, переворачивает, точнее, ну и зеркалит горизонтально. То есть если у нас, допустим, тут же повороты, да, если мы повернем и горизонтально будем флипать, у нас эта текстура, мы видим, да, перемещается. Все, возвращаем ее в место. Это, как мы выяснили, просто повороты. На горячих клавишах на них, к сожалению, нету. Но здесь, как и, допустим, в 3D Max, можно, по-моему, на каждую команду назначить свою горячую клавишу. Но я, честно говоря, привык стрелочками перестачивать. Единственное, я использую горячие клавиши для... Ну, есть для чего использовать, потом разберемся. И это у нас флип вертикаль. Точно так же зеркалит по вертикали. Тоже удобная очень вещь, чтобы, если нам надо повернуть, допустим, на 180, можно просто вот этой кнопочкой один раз щелкать и все. Select Touching. Выделяем браш. И тут на картинке, в принципе, видно, что эта кнопка выделяет браши, стоящие рядом. То есть, вот у меня выделена вот эта браш. Мы берем, и все, что рядом с ней стоит, все, что соприкасается... Инфоплеер у меня вообще внутри. Давайте, если мы его, допустим, вот так вот вынесем, он уже не будет захватываться. Все браши, которые соприкасаются вот с этой, которую мы выделили, либо с этой, да, неважно. И если у нас вот тут еще браш стоит, она выделяться не будет. Это тоже бывает удобно при текстуринге. И Select Insight. Select Insight тоже очень удобно, если нам надо захватить, допустим, вот такую вот группу брашей, чтобы не выделять. Самому бывает очень много всяких лампочки там, свистоперделок, носуют. Очень много брашей бывает, не очень удобно их бывает по одному выделять. Для этого есть как раз Select Insight. Просто выделяем. Можно... Ну, я привык ровненько выделять. Вот так ровненько выделяем. Нажимаем Ctrl-Tab, чтобы изменить вид. Смотрим, чтобы во всех видах у нас браши, которые нам необходимы, были вот в этой зоне, да, которую мы создали. Это мы создали просто браш. То есть, ничего особенного мы не сделали. Просто создали браш, внутри которой сейчас находятся вот эти браши. Нажимаем Select Insight. И у нас выделяется абсолютно все. И браши, и разные там InfoPlay Start, и триггер, и так далее. Все. Все, что находится внутри, все выделяется. И при этом сама браш исчезает. В чем удобно. Но, в последнее время я использую таким лайфхаком. Пользуюсь как Shift и правая кнопка мыши. У нас появляется вот такое вот выделение. И мы можем выделять. То есть, вот мы выделили. Если у нас... Вот мы выделили. Также можем раз выделить. Точно так же. Если мы выделяем еще раз то, что выделено, и то, что не выделено. Как бы, да, вот мы видим. У нас выделяется другой объект. Грубо говоря, Invert выделение. Далее. Это у нас Substract. Это у нас врезание текстур. То есть, вот у нас, допустим... Давайте перейдем к вид сбоку. Вот мы хотим сделать... Вот хотим врезать. Brush в браше никогда нельзя оставлять. Никогда. Иначе у вас карта забагуется, все будет плохо. Вот у нас Brush в браше. Просто берем. Нажимаем либо Shift-U, как мы видим, да? Либо нажимаем с абстракта. Я привык к Shift-U. Нажимаем Shift-U. Видим мы, что у нас в 2D окне вот здесь вот поделились браши. И теперь у нас здесь дырочка, которую мы можем наблюдать. Вот так это все легко работает. Мерш я, честно говоря, ни разу не пользовался. Не знаю, что это делает. Поэтому в этом плане не совсем компетентен. Я в многих планах в радианте не компетентен. Но маппить я вас научу. Это я вам обещаю. Не волнуйтесь. Room это создание комнаты, допустим, для скайбоксов. К примеру, вот помещаем мы в браш, опять же, все, что нам нужно поместить в скайбокс, к примеру. Либо в комнату, да? Может у вас комната какая-то, вы маппите. Нажимаем Room. И создается у нас... То есть сделается внутри полость. Внутри появляется пустое место, в котором у нас эти все объекты помещаются. Также... Давайте... Сделаем Ctrl-Z. Также можно нажать на многоточие настройки. Здесь можно увеличить по сетке, либо уменьшить. Вот это у нас увеличивает. Это у нас уменьшает. Здесь можно выбрать грид, который вам нужно, да? Допустим, не знаю, 64, к примеру, да? У вас по 64 будет увеличиваться. Это у нас создание также комнаты. Более красивенькой, да? Как мы видим, такие вот диагональные углы получаются. Это у нас то же самое создание комнаты, но другие немножко другого вида. Это все очень бывает полезно в маппинге. Это у нас... Extrude Face. А, это у нас создание комнаты, и чтобы снаружи выстраивались вот такие вот говно. Прямо торчали эти штуки. Но этим обычно я, честно говоря, не пользуюсь. И есть у Face, это, я так понимаю... А, нет, не понимаю. Ладно. Но вот этими я, честно говоря, ни разу еще не пользовался. Мне не пригождалось. Это, может быть, кажется, что что-то важное, но мне и так... Но, не, давайте вернем, мало ли что. Далее. Выделить точки. Нажимаем на нее, либо V, и у нас выделяются, появляются вот такие вот точки, с которыми мы можем манипулировать. Как-то подвинуть там. Видим мы в 3D окне, да, что происходит. Но мы в дальнейшем, опять же, в брошюрке это все посмотрим. Это тоже все можно двигать. Но для... В основном для работы используется все-таки кнопка E. Это работа по ребрам, edges. Здесь мы можем более точно манипулировать, нагибать, делать всякие рампы и так далее. То есть, ну, лично для меня буква E удобнее. А по точкам в основном работают с курвами, с какими-то трубами, если вы вдруг что-то гнете, да. Там очень сложная такая манипуляция. И можно работать с фейсами. К примеру, вот мы видели верхний. Можно его опустить. Либо вот этот. Сюда, да. Ну, вот с фейсами обычно... Мне, честно говоря, не приходилось еще встречаться. Поэтому такое. Change Views это как раз перемещение по трем остям. Ctrl-Tab. То есть, вот я нажимаю. У меня меняется вид спереди, вид сбоку и вид сзади. Это для оптимизации. Кнопка. То есть, если мы вот эту брашу сейчас уберем куда-то далеко. Вот она у нас, видите, скрывается. Это для оптимизации, чтобы у нас не отображалась вся карта. Если у вас что-то большое, что-то масштабное, эта кнопка вам поможет сэкономить ресурсы компьютера. Далее. Translate. Это перемещение. Нажимаем кнопку V. Кто уже работал в некоторых редакторах. Также появилось в окне у нас в 3D, да. Но обычно все манипуляции происходят в 2D окне вот в этом. Через кнопку V можем по одной оси, чтобы, мало ли, у вас мышка очень чувствительная, чтобы у вас вверх не двигалась. Просто по одной оси перемещать. Вверх, вниз, там, по бокам и так далее. Rotate. Это у нас поворот. То есть можем, нажав кнопку R, либо сюда на кнопку, вращать текстуру. Далее у нас Scale. Это увеличение, да, опять же, по осям. Но, опять же, Scale, как по мне, не особо изабелен, потому что можно... Зажимаем прям вот сбоку. Просто где-то, да, сбоку вам надо вот это ребро подвинуть. Сбоку зажимаем левую кнопку мышки. Двигаем. Ну, в следующем уроке я буду прямо показывать всю свою клавиатуру на экране и мышку, что я нажимаю. Поэтому в дальнейшем будет проще. Мы просто сейчас рассматриваем интерфейс. Я вам просто объясняю. Зажимаем и можем двигать спокойно. То есть вот вам, пожалуйста, от Scale. Если надо диагонально, вот, пожалуйста, за диагональ взяли. Ну, это, грубо говоря, передрочитесь, ничего в этом сложного нет. Видим, вот, кстати, видим мы, что у нас немножко не по сетке пошло, да? Нажимаем Ctrl-G и опа! Все по сетке. Все выровнялось, все хорошо. Ctrl-G это, как бы, выравнивание по сетке. Это тоже очень важная фигня. Клиппер это вырезание, грубо говоря, по дереву, но нет. Вот, допустим, нам надо, чтобы, допустим, не париться вот так делать. Но не во всех случаях, да? Либо вот нам надо обрезать, допустим, вот только вот отсюда посюда, к примеру. Мало ли, какая карта. Обязательно приучаемся работать также с Escape, потому что если вы, допустим, выделяли какие-то точки, потом E отжали, нажали еще раз точнее, видите, у вас выделенная синяя осталась. И некоторые манипуляции в дальнейшем могут с ней производиться все равно. Это не очень удобно. Поэтому я вам рекомендую, если что-то поработали, нажимая много раз там раза три Escape, чтобы все раз выделилось, чтобы ничего лишнего у вас не было. И все будет хорошо, ничего на карте происходить лишнего не будет. Потому что у меня в основном были несколько раз такие случаи, когда... Особенно, когда просто это у меня тут три текстуры, да? А когда у вас тут огромная система, которая в 2D к ней вся протыкивается, это бывает очень чревато тем, что у вас ломается карта и очень долго приходится ее чинить. В общем-то, клипер, допустим, нам надо вот это вот обрезать, да? Нажимаем X. Выделяем эти два места, и вот эта стрелочка, грубо говоря, палка, она будет показывать, в какую сторону обрезаться будет. То есть вот мы, допустим, обрезали, нажимаем Enter. У нас обрезалось. Если мы видим вот такую картину, что у нас палка в другую сторону, и если мы так обрезаем, то у нас остается только вот эта часть. Это, опять же, иногда бывает подбешивает. Я сам не до конца понимаю, как правильно это выстраивать, чтобы палка была в какую сторону, чтобы сразу нажимать, да? Убрал я, я нажимаю X. Вот я выделил. Понял, что мне это не надо. Нажимаю X, и все пропадает. Ничего страшного. Если у нас палка в ту сторону, но нам надо в эту, чтобы не перетыкивать, можно нажать Ctrl-Enter, и у нас инвертируется направление. Вот. Вроде так. Так, с этим я не работал. Текстур-лок. Это чтобы текстуры у нас не перемещались вместе с брашью. То есть вот у нас на браше текстуры, например, да? Возьмем кирпичик. Если мы уберем, то, видите, мы перемещаем текстуру. Точнее, мы перемещаем браш, а текстура не перемещается с ней. В этом случае, если у нас, допустим, какой-то сложный текстуринг, к примеру, вот, давайте с дырочкой возьмем, да? Если мы будем перемещать браш, видите, у нас перемещается он, как бы, по осям текстуры. Это бывает, точнее, не бывает, а в основном, точнее, никогда неудобно. Поэтому нажимаем текстур-лок, он у меня всегда стоит. И в этом случае у вас, ну, то есть вы построили браш, да? Настроили текстуры, как вам надо, все сделали. И чтобы у вас текстуры не съехали, потому что очень часто бывает, нужно их перемещать, вот, всяко-разно, да? Вот мы подстроили. Чтобы они не съехали, нажимаем текстур-лок, но он у меня всегда включен. И в этом случае у вас текстура не уезжает. Текстур-вертекс-лок я ни разу не использовал, но если что, его тоже, по-моему, можно включать, это ничего страшного. Так, Antity Stn, это настройки. Мы с этими потом разберемся. Refresh Models. Это для моделей. Что конкретно делать, я, честно говоря, не знаю, ни разу не использую. World Alt 1. Это показывает все текстуры мира. То есть, ну, я так понимаю, что это всякие инфоплееры, триггеры, скорее всего, и так далее. Еще раз нажимаем, и отжимаем. Это не используется, честно говоря, мне это ни разу не пригодилось. Структурал. Это показывает только структурированные какие-то, да? Make Structural. И Details. Это показывает Detail Brush. Опять же, этим не использую. Fan Group. Это мы потом с группами разберемся. Тоже, ну, бывает полезно, но тоже, честно говоря, давно уже не использую. Но, еще раз говорю. Для... В основном вот это все не используется для карт. Там... До 30 секунд, грубо говоря. Если у вас огромнейшая какая-то карта, огромнейший Brushwork, естественно, вам будет удобно и с группами поработать, и где-то чисто Detail, и скрыть, да? Допустим, чтобы они не мешались. Это скрывает Detail. Это, видимо, структурически какие-то скрывает этот мир. Честно говоря, вот... Какие-то... Так. Translucent это, скорее всего, Node Row скрывает. Liquid скрывает Liquid. Клипы. Точнее, Colg скрывает Colg. Вот у меня, видите, Colg. Текстура. Colg это для оптимизации сделано. Вот написано Colg. Это делается для оптимизации. И чтобы у вас лишнего не просчитывалось. Текстуры, которые, допустим, не видно. Вот у нас, к примеру, вот эта комната, да? Мы можем сделать ее комнату. Давайте, да, сделаем. И чтобы у нас... Мы же не можем потом в дальнейшем, допустим, за Skybox'ом полетать. Может быть, можем, но зачем нам это? Нам это абсолютно не надо. Поэтому, если у нас вот тут вот... Skybox, к примеру, да? Какой-то. То здесь мы можем делать Colg. В следующем я вам покажу... Где-то... Где-то есть просто... Ну вот, Make Structural это для Brush. Где-то делать Structural. Где-то есть сделать... Чтобы создавались... В референциях, что ли? Чтобы каждая новая Brush создавалась именно Colg. Тогда вам просто надо будет протекстуривать то, что вам необходимо, и все. И тогда ничего Colg отдельно не надо будет. Ну, минимально, по крайней мере. Вот. Клипы. Это скрывает клипы красненькое. Это хинты скрывает. С хинтами я не использовался, не встречался. Энтити. Это скрывает энтити. Энтити. Это всякие... Таргеты. Инфоплееры. Что-то еще. По-моему... Ну, вот все таргеты, да? Их много, в принципе. Это все скрывает. Чтобы не мешалось просто. Это скрывает Light. Скрывает модели. Триггеры. Это скрывает все триггеры. Ну, мы потом, естественно, при маппинге это все будем еще раз рассматривать. Reset Filters ни разу не использовал. Region Set Selection. Это, скорее всего, то, что у нас на виду. Это у нас скрывает. Нет? А, или это... А, это выделяет... Все, я понял, да. Мы выделили Brush. Нажимаем Region Set Selection. И, собственно, Brush, которую мы выделили, она у нас одна остается. И с ней можно спокойно работать. Отжимается это дело либо правой кнопкой, либо еще раз протыкиваем. И H это Hide. Это тоже, в принципе, полезно. Нажимаем на H и текстура исчезает. Допустим, вот он... Мне вот надо вот... Ну, вот надо мне вот здесь вот, допустим... Не знаю, ну, поехала у меня как-то текстура. Надо мне зайти внутрь и что-то там сделать. Какую-то лампочку, либо что-то врезать, вырезать и так далее. Для этого мы просто скрываем этот элемент. Нажимаем H, либо здесь нажимаем H. И... Начинаем работать, чтобы раскрыть, как бы, расхайдить. Также есть, тут написано Right Click. Ну, либо Shift H. Shift H нажимаем, и у нас все появляется. Здесь у нас работы для всяких террейнов. Я, честно говоря, вот тут вот ни разу с этим спатчем и ни с чем-то с мерджами не работал. Поэтому за это не скажу. В общем-то, вот такой вот интерфейс. Вроде бы из основного все. Попробуйте тоже, сами все потыкайте. И в следующем видео мы уже с вами сделаем какую-нибудь простенькую карту. Я вам покажу, как перемещать текстуры. Ну, я думаю, по ходу маппинга будем делать, ставить перед собой задачи. И в следующем уже с ними встречаться. Их уже поступательно, по мере необходимости, изучать. Не все сразу, что я вам буду накидывать. А я думаю, что по мере необходимости будем изучать все новые и новые вещи. И так гораздо легче усваивать. В общем-то, все. Всем спасибо. Если вам показалось, не показалось, точнее, а если для вас это было видео полезным, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы в комментариях. Обязательно на все отвечу. В следующем видео я вам покажу, как добавлять текстуры, как добавлять шейдеры. И в дальнейшем их использовать. И начнем уже, я думаю, вместе с этим делать некоторые карты. Хотя, может быть, и не начнем. Возможно, с третьего видео начнем. В общем-то, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Очень рад, если вам это пригодилось. Всем до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok